От выстрела до поражения цели 6 секунд. Тяжелая огневая система ТОС-1А называется по-доброму «Буратино». На самом деле мобильное, не очень большое, но весьма грозное оружие. Эти учения проводят в степях, чтобы детально изучить новые образцы. Полигон обстреливают модернизированными ракетами увеличенной дальности. Транспортно-заряжающая машина в течение полутора минут заполняет огневую систему. Для управления всем процессом нужен один пульт. Сейчас для огнеметной роты важно отработать наведение и пуск реактивных неуправляемых снарядов. От меткости наводчика зависит поражение мишени. Все остальные показатели, расстояние, траекторию и даже ветер рассчитываются уже машиной. Мы пользовались лазерными дальномерами, которые определяют автоматически дальность до цели и вводят ее в баллистический вычислитель, который производит расчет всех поправок. Водвижение тяжелых огневых систем прикрывают несколько подразделений огнеметчиков. Они тоже знакомятся с новым вооружением. На их плечи ложится реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности «Приз». Большая часть огнеметчиков уже имеет достаточно опыт стрельбы, чтобы сравнить старые и новые образцы. Для Егора Попова эти учения стали своего рода точкой отсчета. Допуск к новому оружию получен после успешной сдачи всех нормативов работы со старым. Так что теперь, как он сам говорит, может рассуждать не как новичок военной службы, а опытный специалист. Прицельная 600, удобнее стрелять на дальности 200-400. Скорость низкая, хорошо видно, как летит снаряд по навесной. Очень удобный в обращении, простой. Учиться стрельбе приходится в небольшом кабинете, обстановка которого совсем далека от полигона. Несколько симуляторов, компьютер и монитор, на котором отмечается мишень. Тренажер Янычар разработан специально для новых образцов вооружения и обучения. На нем в первую очередь прошли военнослужащие по контракту. Они у нас все прошли до подготовки в учебном центре, являются как специалистами, способные в работных машинах выполнять задачи. А экипаж извода огневой поддержки, то есть это военнослужащие срочные службы, которые у нас пришли с учебного нашего центра, в Буньково, который уходит в Московской области, подготовлены для стрельбы. Мишени, имитирующие танки и группу пехоты предполагаемого противника, после учения не видно даже в бинокле. По итогам всей стрельбы точность поражения новыми ракетами приближается к 100%. Алиса Литвинова, Александр Серовой, телеканал «Звезда» Волгоградская область.